Запись 967 Уже четвертый день мы отступаем от превосходящих сил противника. Некоторое время нам удавалось скрываться в густом лесу, ведя партизанскую войну. Но с тех пор, как кто-то выдал нашу дислокацию, мы ежедневно теряем от пуль ран и болезней по несколько человек в день. Наш отряд предельно измотан, и мы все еще живы только потому, что неприятелю точно так же приходится пробираться под ледяным дождем через эти болота. Запись 968 Капитаны-старшина ранены. Запись 969 Разведчики с переднего края принесли неутешительные новости. Топи впереди, по всей видимости, являются совершенно непроходимыми. Более того, исходя из данных, нас твердо вознамерились взять в петлю. Похоже, мы оказались в еще более безвыходном положении, чем думали. Всегда может быть хуже, даже если кажется, что хуже некуда. Запись 970 Попытка прорваться через топи стоила жизни еще пяти нашим товарищам. Нас осталось всего 12. Тем не менее, нам удалось выбраться на относительный пятачок твердой земли, покрытый буреломом, у самой границы топи. По крайней мере, здесь мы сможем держать оборону до конца. Запись 971 Хорошие новости. Во время сооружения блиндажа из поваленных деревьев двое рядовых заметили под стволами какой-то люк. После долгих попыток при помощи остатков взрывчатки удалось пробить в нем дыру, достаточную для того, чтобы спускаться по одному человеку. За колодцем 6-8 метров находится пустое просторное помещение. Планируем перенести раненых сюда. Радисту удалось установить связь со штабом. Готовится крупное контрнаступление на нашем направлении. Запись 972 Бункер имеет другие этажи, но у нас слишком мало людей, чтобы их исследовать. От раны лихорадки умер старшина. Запись 973 Враг окружил нас со всех сторон. Наши боеприпасы сокращаются. Принято решение всем срочно спускаться под землю, завалив вход. Надеюсь, потом нам хватит сил выбраться на свет Божий. Запись 974 Второй уровень в точности повторяет первый. В одной стене есть низкий узкий коридор неизвестной длины. Запись 975 Впервые за долгое время приходится экономить воду. Еврейтор утверждает, что слышит на том конце коридора шум воды. Командир считает, что нет острой необходимости рисковать личным составом. Запись 976 Еврейтор вместе с Часовым пропали. Судя по тусклому свету из коридора, они отправились туда. Один из разведчиков обвязался веревкой и отправился на их поиски. Через несколько минут он вернулся с фонарем двумя флягами воды. Затем он вновь отправился в коридор в поисках исчезнувших. Через 400 метров веревка закончилась. Запись 977 Разведчик доложил, что враг предпринимает попытки пробраться к нам. Принято решение продолжать спуск. Запись 978 Третий этаж завален трухлявыми досками, видимых когда-то бывшими мебелью. Имеются остатки оборудования, радио. Баррикадируем этим мусором проход за собой. Был слышен страшный грохот. А радист поймал сигнал и доложил, что наша авиация бомбит позиции противника. Помощь совсем рядом. Запись 979 Четвертый этаж так же пуст, как два первых. Единственное отличие – длинные железные лавки вдоль стен. Один из рядовых зашел с ума и перекрыс шею товарища. По законам военного времени предатель был расстрелян. Запись 980 Неприятель нас очень быстро настиг. Ведем перестрелку, но силы неравны. Убитый наш разведчик и медик. Бросили жребий. Счастливчики отступают на нижний уровень. Запись 981 Не успели рассмотреть два следующих этажа. Грохот, как ни странно, приближается. Передышка 5 минут. Этот уровень заметно меньше остальных, по сути, крохотный шлюз 2 на 2 метра. Судя по выстрелам, сержант еще держится. Запись 982 Мы в тупике. Здесь длинный коридор, который заканчивается огромной стальной дверью. Приходится сгребать бетонную крошку в мешки, чтобы соорудить огневую точку. Запись 983 Враг истратил ресурс боезапасов и продолжает наступать. Видимо, истощенность дает знать о себе, потому что мне чудятся одни и те же бойцы в авангарде. Иногда я вижу среди них ефрейтера и даже старшина. Запись 984 Удары в дверь не прекращаются ни минуту. Командир застрелился 5 минут назад. Радист продолжает подавать сигналы и докладывает об успехах нашей авиации. Радиостанция заржавела и, по всей видимости, не работает уже давным-давно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова